Всем привет! С вами Диана Суворова и я приветствую вас на шестом дне моей недели Swatch Video. Сложно поверить, но уже прошло 6 дней. Спасибо вам большое за поддержку и за ваши комментарии. Мне это очень-очень приятно. Кстати, самые догадливые должны догадаться, какая сейчас на мне помада. Мне будет интересно, догадается кто-то или нет. Сегодня вас ожидает новое Swatch Video. На этот раз не на помады, а на коллекцию теней. И это жидкие тени от NYX Lit Lingerie. Я помню, что давно вам обещала снять Swatch Video на коллекцию Lit Lingerie. Однако, пока я собиралась, NYX выпустил еще 12 оттенков. И это тени в матовой текстуре. Итак, сегодня я покажу вам уже все 24 оттенка. Это 12 в шиберной текстуре и 12 в матовой. Так что не зря, в общем-то, я ждала. Теперь у вас будет полный ассортимент на выбор. Если вы живете в Украине и хотите познакомиться со всеми новинками NYX, которых вышло в последнее время очень много, я вам советую зайти в официальный магазин NYX. Один магазин в Глобусе, другой в Скаймоле. Надеюсь, скоро откроется еще больше. Для всех, кто живет в России, у меня есть специальный промо-код на скидку 20%. Это весь ассортимент NYX, поэтому заходите в инфобокс, там будет подробная информация. Итак, жидкие тени от NYX Lit Lingerie. Их уже успели полюбить многие. На рынке они достаточно давно. Все визажисты от них в восторге. Очень часто я вижу их в каких-то уроках по макияжу. Вижу, как визажисты их используют. Я их тоже использую очень часто. Многие меня спрашивали, нужна ли таким теням база? Как им лучше пользоваться? Как их растушевывать? Давайте начнем с текстуры этих теней, с упаковки. Во-первых, упаковка у этих теней выглядит как блеск для губ. Собственно, аппликатор точно такой же, как будто бы это помада. Однако, это тени. У теней очень приятная кремово-муссовая текстура. Она очень легкая, приятная в работе. Быстро растушевывается, также быстро застывает на глазах и уже никуда не двигается. Однако, на очень жирных веках все-таки такие тени могут скататься в такую полоску. Я советую вам их в этом случае немного закреплять тенями. Они отлично служат в качестве подложки под любой макияж. На моих веках они держатся нормально, никуда не скатываются. Меня часто спрашивают, нужна ли таким теням база. Я использую их очень просто. Наношу немножко консилера на веко, для того, чтобы веко было однородным, затонированным. Растушевываю пальцем и могу сразу наносить эти тени. Тогда на кремовой текстуре консилера такие тени очень хорошо растушевываются. Как я пользуюсь этими тенями? Прямо этим аппликатором я наношу тени на все веко и немного растушевываю в складку синтетической кисточкой. Лучше использовать синтетику. Мне кажется, что она лучше справляется именно с кремовыми тенями. Точно таким же способом я растушевываю и матовые оттенки, которые недавно появились в коллекции. В коллекции 12 матовых оттенков. Они все очень красивые, необычные, интересные. Вот два оттенка, которые мне действительно очень нравятся. Немножко таупо-фиолетовые. Неудивительно. Это мои самые любимые оттенки вообще во всех тенях. Итак, это 0,5 оттенок и 20. Мне кажется, они самые универсальные. Подходят очень многим. По-моему, это бестселлеры именно вот в этих коллекциях. К сожалению, я не могу советовать вам вот эти два оттенка. Один из них, 6 и 22, они после себя оставляют зеленый пигмент на коже или на веках. Поэтому это очень странно, но отмыть их очень сложно. Вот, например, сегодня я снимала свотч-видео. Вот этот 22 оттенок, он вроде бы фиолетовый. Но он остался на руке зеленым. Оттереть его практически невозможно. Поэтому остерегайтесь этих оттенков. Все остальные оттенки работают прекрасно. Ничего подобного я бы не замечала после их использования. Интересный оттенок белый матовый. Это номер 14, на котором тени выглядят ярче, чем они есть на самом деле. Мне кажется, визажисты оценят или любители каких-то ярких неоновых теней. На этой подложке тени становятся еще ярче. Что мне еще нравится в кремовой текстуре, это то, что эти тени не осыпаются. То есть вы никогда не увидите в конце дня осыпавшиеся тени. И даже при нанесении у вас ничего не будет сыпаться. По-моему, это просто супер. Поэтому даже новички справятся с такими тенями вообще на ура. Если у вас уже есть опыт использования этих теней, конечно, пишите в вашем комментарии. Пишите номер теней, который вам нравится больше всего. Ну а сейчас я покажу вам свотчи на все 24 оттенка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что же, все предыдущие свотч-видео вы можете посмотреть вот здесь вот по ссылке. И увидимся завтра. Завтра вас ждет заключительный день моей недели свотч-видео. Всех люблю, обнимаю. С вами была Диана и всем пока!